О том, каким выводом пришли в Варшаве, репортаж Антона Верницкого. Такое долгое расследование, оно продолжалось почти 15 месяцев, как утверждает Польша, было обусловлено тем, что члены Польской правительственной комиссии исследовали не только черные ящики, но и структуру подготовки к рейсу, схему взаимодействия различных служб, а также то, как обучались летчики самолета Леха Качинского. Впрочем, ничего принципиально нового и отличающегося от расследования, опубликованного Межгосударственным авиационным комитетом, еще в январе в Москве комиссия не сообщает. Комиссия установила, что причиной трагедии стало снижение самолета ниже минимально допустимого уровня в атмосферных условиях, когда не было визуального контакта с землей. Слишком поздно было принято решение об уходе на второй круг, что привело к столкновению с деревом, разрушению и крушению самолета. Признав, что основная ответственность за катастрофу лежит на польской стороне, тем не менее комиссия все-таки попыталась частично переложить ее и на Россию. Нужно отметить, что оглашение результатов работы комиссии откладывалось несколько месяцев. Польская пресса писала, что связано это с разногласиями среди ее членов, между военными и гражданскими специалистами. Это было заметно и на пресс-конференции в Варшаве. Военные говорили в основном о недочетах в работе диспетчеров и слабой оснащенности аэропорта в Смоленске, гражданские о слабой подготовке летчиков 36-го элитного полка польских ВВС, обслуживающих первых лиц. 36-й полк получал слишком много заданий, не хватало экипажей. Это связано с тем, что из полка ушли опытные пилоты. Инструкции не выполнялись. По мнению комиссии, у командования могло сложиться ощущение, что это элитный полк, а часть правил и инструкции можно нарушать. Также, по словам членов комиссии, уровень подготовки экипажа, выполнявшего президентский рейс, угрожал безопасности полетов. Выяснилось, что экипаж перед полетом формировали наспех. В день происшествия только у бортинженера был допуск к полетам. Штурман накануне вернулся из другого рейса и практически не отдыхал. К тому же, в день вылета экипаж прибыл на базу с 30-минутным опозданием. Ко всему прочему, командир отказался от услуг так называемого лидера, представителя России, выполняющего услуги, сходные с лоцманскими. В результате, уже в полете выяснилось, что русский никто, кроме командира в экипаже, практически не знал. И тому пришлось разговаривать с диспетчерами, общаться с представителями администрации польского президента, реагировать на сигналы приборов и продолжать вести самолет на посадку в тумане. Еще и ориентируясь на показания неправильно выставленного барометрического высотомера. Самолет летел сначала выше, а к моменту посадки ниже того, что показывал этот прибор, на 60 метров. Все это время диспетчеры сообщали о плохой видимости. При этом диспетчеры не командовали экипажу, как делает вывод польская комиссия, а лишь докладывали обстановку, исходя из данных, которые были им доступны. Члены польской комиссии, действующие военные, на пресс-конференции все равно упорно настаивали на том, что пилот лишь выполнял команды с земли. В вашей комиссии принимали участие, в том числе и военные, которые отвечали за подготовку летного состава, также, собственно, за подготовку того самого рейса, в том числе и господин Бенедитович, Владимир Гроковский. Означает ли это, что они действительно могли объективно расследовать и принимать участие в вашей комиссии? Люди в мундирах были членами комиссии, и, наверное, вы себе не представляете, как комиссия, расследующая катастрофу военного самолета, экипаж которого подчиняется военным правилам, может работать без участия военных. И еще, в комиссии было 34 специалиста, и всего 12 военных. Тем не менее, польские военные специалисты из комиссии, похоже, не обратили внимания на то, что диспетчер спросил у пилота, понимая всю сложность посадки в таких погонных условиях, садился ли он на военных аэродромах и получил утвердительный ответ. 500 метров на военном аэродроме посадку осуществляли? Да, конечно. Польские 101, и от 100 метров быть готовы к уходу на второй круг? Да, точно. Но, как выяснила польская комиссия, большинство посадок командир экипажа делал на хорошо оборудованных аэродромах. И, видимо, просто растерялся, сажая лайнер в условиях отсутствия курса глиссадной системы, позволяющей заходить на посадку в автопилоте. Отсюда и попытки нажатия на кнопку «Уход на второй круг». Вот она справа на штурвале, позволяющая одним нажатием увести самолет вверх. Но в Смоленске такой системы не было никогда, и летчик должен был об этом знать. Нажатие на кнопку ничего не дало. Был проведен даже специальный эксперимент со вторым президентским самолетом, с повторением захода на посадку. Так называемый борт номер два выполнил похожий рейс на аналогичный, как сказали члены комиссии, аэродром, не оборудованный системами посадки в автоматическом режиме. Выполняли его опытные пилоты. Включилась сигнализация ТАПС. Он нажимал эту кнопку, но реакции самолета не было. Рычаги не перемещались. Тогда он стал выходить из режима автопилота. Даже опытному летчику, участвующему в эксперименте, при хорошей погоде удалось среагировать на это лишь в течение четырех секунд. Пилоту разбившегося самолета потребовалось на это больше. В результате, после первого столкновения с деревом, у самолета отрывало крыло, и он, перевернувшись, стал в полете разрушаться. Еще одна деталь. Выяснилось, что в 36-м элитном польском авиаполку были проблемы и со знанием устройства самолетов. Красноречивое подтверждение. После случившегося на сайте полка в интернете объявлен тендер на перевод инструкции по управлению ТУ и ЯКОМИ на польский язык. Тем не менее, одна из претензий у комиссии к аэродрому в Смоленске. Состояние светосигнальной системы не соответствовало техническим требованиям, предъявляемым к визуальному навигационному оборудованию. А высота деревьев была недопустимо высокой. И это не дало возможности увидеть посадочную полосу. То, что польский военный из комиссии утверждает, что одной из причин приведшей к катастрофе было некачественное освещение на посадочной полосе, не совсем соответствует действительности. До осветительных приборов самолет не долетел. И видеть в тумане пилот их просто не мог, какими бы качественными и яркими они не были. К тому же за трое суток до трагедии тот же самый борт, номер один, с практически тем же экипажем, штурман разбившегося самолета, тогда выполнял роль второго пилота, без происшествий приземлился на том же аэродроме. А за час до катастрофы в Смоленске сел и Як-40 с польскими журналистами. Деревья не помешали никому. Причем ни разу на пресс-конференции не прозвучало, что диспетчеры предлагали уходить на запасной аэродром из-за тумана. Но решение об уходе на него командир, как выяснилось, принять сам не мог. Он обратился, как его называет председатель польской комиссии, заказчику, то есть президенту Польши. К сожалению, заказчик не принял решение, в связи с чем уход на аэродром с более благоприятными погодными условиями стал невозможен. Экипаж принял другое решение – выполнить пробный заход на минимально безопасной высоте. Это решение правильное и не несет в себе никакого иска. Но в процессе реализации использовался не тот высотомер. В результате, в момент, когда начинался набор высоты, самолет был в двух метрах от уровня посадочной полосы. При этом комиссия повторяет – никто на командира оказать давление был не в состоянии. Он на борту якобы главный. Об этом в том числе пишет в своей книге и Эдмунд Клих, аккредитованный при Межгосударственном авиационном комитете «Польский эксперт», который к тому же категорически опровергает странные, как он говорит, версии, которые до сих пор появляются в польской прессе. О теракте на борту, об отключении всех приборов и даже о ядерном взрыве. Я почитал там разные подворки пресса, что якобы там были, кто-то искусственно напустил туман, там еще. А, ну это теории такие были. Мало информации было поначалу. Здесь много игры между политиками, ведь у нас скоро выборы. Следует заметить, что правительственная комиссия, выясняющая причины катастрофы в Варшаве, не одна. Есть еще комиссия оппозиционной партии, которую создал брат погибшего Ярослав Качинский, а также комиссия польской прокуратуры, которая тоже ищет виновных. Правительственная комиссия сегодня ни одной фамилии журналистам не назвала, но ближе к вечеру стало известно, что в отставку отправлен Богдан Клих, министр обороны Польши. Антон Верницкий, Владимир Головня, Юлия Заграничного, Первый канал, Польша. Межгосударственный авиационный комитет обещает в ближайшее время подробно прокомментировать польский доклад по катастрофе ТУ-154. По оценке председателя технической комиссии Алексея Морозова, существенная часть выводов соответствует заключению МАК, в том числе в части, касающейся недостатков оборудования на аэродроме Смоленск-Северный. Они, напомнил Морозов, нашли полное отражение в очете МАК, но, как сказано в этом документе и подтверждено международными экспертами, эти недостатки не стали причинами катастрофы. Возвращаясь к польской версии событий, Морозов отметил, что к ней есть вопросы. Некоторые выводы для нас пока непонятны. В том числе уверенность, что командир воздушного судна не имел намерения садиться. Или что присутствие в кабине посторонних лиц, особенно главнокомандующего ВВС Республики Польша, не повлияло на решение командира воздушного судна и психофизиологическое состояние членов экипажа. Более подробные технические комментарии будут даны позднее, когда мы ознакомимся с материалами польской комиссии. Думаю, что это произойдет в ближайшее время. И так совпало. Сегодня же опубликован доклад о причинах еще одной крупной авиакатастрофы французского лайнера А-330, который два года назад упал в Атлантику по пути из Рио-де-Жанейро в Париж. Тогда погибли 228 человек. По мнению комиссии, экипаж не сумел отреагировать на временный выход из строя датчиков скорости. Как показала расшифровка, незадолго до этого капитан отлучился из кабины, за штурвалом остался наименее опытный член экипажа. Резкая смена показаний на приборах поставила его в тупик. Самолет, между тем, сначала пошел вверх, каждую секунду на 35 метров, затем потерял скорость. Подъемная сила крыльев резко упала, и произошло так называемое сваливание. Экипаж безуспешно пытался вернуть контроль над машиной, которая весит более 200 тонн. С высоты 11,5 километров до поверхности океана А-330 падал 3 минуты 37 секунд. Сразу две трагедии произошли сегодня на украинских шахтах Донбасса. С интервалом в несколько часов в Луганской области при взрыве метана погибли... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова